Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень бы хотелось бы слышать ответ грамотных психологов. Я сейчас нахожусь в поисках ответа на вопрос, а нужно ли такое общение с биологическим отцом моему ребенку. Мужчине, который оставил меня, будучи беременной, который даже не знал, когда родился его ребенок. Появился пару раз, когда ребенку было 4,5 месяца, а потом технично нашел причину, чтобы вызвать ссору. Заблокировать везде и вновь исчезнуть, перестав переводить деньги ребенку. И в принципе никак не интересоваться им. Когда ребенку было полтора года, я сама ему написал, я поставил вопрос рыбару, или он помогает финансово, или я подаю в суд на установление отцовства. Испугался, сказал, что будет каждый день переводить деньги. К ребенку приехал один раз, дальше очень много делает, совсем нет времени для встречи с ребенком. Только слышу, что при первой свободной минуте приеду, но все остается на уровне слов. Вот и вопрос, нужен ли моему ребенку такой отец. Сейчас ему 1,8, то есть почти 2 года, пока он не осознает и не понимает, что за человек. Но когда станет старше, боюсь, что такой отец может нанести ему большую травму. Да и мне неприятное общение с этим человеком. Какое поведение я транслирую своему ребенку? Нужно терпеть тех, кто тебе неприятен ради кого-то или чего-то. Так, выбирая позицию жертвы в глазах своего ребенка. Знаю, многие ответят, что нельзя лишать ребенка никакого отца. Но разве такое отношение к этому же ребенку не навредит ему еще больше? Я вижу, что никаких чувств он в нем не вызывает. Мужчине уже за 40 и своих трое взрослых детей за спиной. Ведь он даже не видел немного, как он рос. Учился делать что-то новое. В первую очередь следует разграничивать ваше собственное отношение к мужчине, на которого у вас, судя по описанию, есть обиды. Вот, следует разграничивать это. И, в общем-то, взаимоотношения ребенка и, в общем-то, его отца. Потому что у вас, например, как у мамы, своя роль. У вас, как у мамы, своя задача стоит. И свое ролевое поведение. А у отца, ну, у отца ребенка своя модель поведения. И своя роль. И у ребенка своя модель поведения. И тоже своя роль. Поэтому мне кажется, что именно вот смешивать, ну, в одно, как бы воедино, да, смешивать эти два аспекта не лучшая идея, потому что, как бы, это разные вещи. Я думаю, что вам необходимо транслировать ребенку, как бы, в первую очередь, свои чувства, да, в первую очередь, свои переживания, в первую очередь, то, что вам важно. То есть, например, не мириться и не терпеть то, что вам не предусловно. Например, не принимать то, что вам не нравится. Например, не, там, допустим, не, как бы, это сказать, да, не, ну, не мириться. Но в то же время оставлять, что важно, возможность выбирать для ребенка то, что ему по душе, то, что ему нравится, то, что он хочет. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Таким образом, ваша задача в первую очередь не переносить свои обиды на ребенка. Безусловно, вы имеете право на определенные отношения к отцу, ребенку, к вашему мужчине. Вы имеете право на это. Вы имеете право не принимать этого человека. Вы имеете право не пускать его в свою жизнь. И, в общем-то, то, как он себя ведет с ребенком, да, может быть для вас, как для матери, неприемлемым поведением. и, соответственно, ваша здесь роль, как матери, это, вот, как бы, уберечь ребенка от этого поведения. Но, смотрите, дело в том, что наиболее травматичный возраст для человека, это детский. То есть, иными словами, тот самый возраст, в котором находится ребенок сейчас. Чем ребенок будет становиться старше, тем меньше влияние на него будут оказывать право. В частности, например, отец, даже, ну, повысив уровень взаимодействия с ним, в общем-то, может оказаться чужим человеком. Вот. И не имеющим никакого влияния, если, например, рядом с ребенком будет другой взрослый мужчина. Ваш мужчина. Понимаете, то, что вы описываете, вот прямо конкретно, вот прямо, прямо, ну, прямо конкретно, то, что вы описываете, является проблемой только тогда, является сложностью только тогда, когда нет больше никого. если кто-то, что называется, есть, то есть имеется в виду, если есть другая мужская фигура, то это не проблема. Поэтому, если вы хотите защитить своего ребенка, самый лучший способ для вас это сделать, это найти мужчину, как бы, который мог бы заменить отца вашему ребенку. Точнее, не заменить даже, это, наверное, не совсем корректно сказать, не заменить. А я бы сказал, стать достойным, стать достойным мужчиной, так? Вот. На мой взгляд, это то, что вы можете реально для своего ребенка сделать. ни в коем случае не хочу сказать, что это легко, ни в коем случае не хочу сказать, что вы возьмете и на раз-два найдете мужчину. Но, тем не менее. Потому что мужская фигура ребенку так или иначе нужна. и мужскую фигуру ребенок может найти где угодно. Он может найти ее вашем бывшем мужчине, он может найти ее на улице, он может найти ее в друзьях, он может найти ее где-то еще. А может найти вашем настоящем мужчине. То есть вашем том мужчине, которого вы найдете. Э, с которым вы встретите, да, и с которым в общем-то, в общем-то, будете устраивать какое-то взаимодействие, да, контакты и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, действовать вам нужно в этом направлении. Если есть какие-то трудности, какие-то проблемы с тем, чтобы мужчину такого встретить и найти, то вам нужно обратиться к психологу. Скорее всего, вам не позволяют обиды, страхи и что-то вот, ну, такое, что-то вот, что-то в таком контексте вам мешает. мальчик. Вот. Вот и в принципе и все. Когда ребенок повзрослеет, если рядом с ребенком будет мужская фигура, хорошая мужская фигура, адекватная мужская фигура, вот, я не думаю, что отец что-то может сделать. Я думаю, что отец в этом смысле займет ровно то место в жизни мальчика, как я понял, это мальчик, которое он должен создать. Не больше и не меньше. Вот. А решать общаться ли с отцом или нет, должен сам ребенок. но ему нужно ему нужно на что-то опираться. И не очень хорошим вариантом является история, когда опирается ребенок на какой-то негативный посыл. Вот. Потому что при всем том, что я понимаю, какого вы мнения об отце вашего ребенка все-таки отец вашего ребенка человек со своей историей, со своими проблемами, со своими трудностями, вот, со своими страхами, вот. и я уверен, что в нем также есть что-то хорошее. Это может быть не просто увидеть, но мне кажется именно так. Поэтому я думаю, что вам нужно именно в этом направлении двигаться. Да? Если ребенок будет видеть, например, что вы, допустим, терпите какой-то негатив, да, если ребенок будет видеть, что вы сквозь зубы что-то делаете, это тоже нехорошая история. Ребенку необходимо видеть ваши чувства, замечать ваши чувства, но в то же время иметь право на выбор. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.